Дорогие друзья, всем привет! За моей спиной находится, я не побоюсь этого слова, легендарная станция московского метрополитена Выхина. Сколько видеороликов было снято на этой станции, час пик со стороны машиниста, огромное количество пассажиров. И в этом выпуске мы все-таки наконец-то вспомним историю этой станции, как она работала раньше, до продления в сторону станции Котельники, как работали машинисты и что эту станцию, конечно же, ожидает в будущем. Начинаем, поехали! Мотоцикл скрежет шин, я иду, а мне 16 лет, впереди стоит колхоз рассвет, за колхозом город мой родной, я герой, он герой. Станция Выхина открыта 31 декабря 1966 года в составе участка от станции Ждановская, именно так раньше называлась станция Выхина, до станции Таганская. Этот участок был не очень длинный, он и сейчас в принципе есть, только он уже намного длиннее, до станции Планерной, будем говорить. И время хода по этому участку составляло примерно 18 минут. И в этот же самый день, 31 декабря, прямо перед Новым годом, вводится в эксплуатацию новое электродепо Выхина, вернее тогда оно еще называлось Ждановская, в котором я отработал 16 лет, вы все это прекрасно знаете. Но я только что позвонил еще одному нашему машинисту, который много лет работает в этом электродепо. Владимир Анатольевич, вам большой привет, спасибо за историю, которую я расскажу сейчас нашим зрителям. Станция Выхина пришла сюда, когда здесь не было ни одного высотного дома. Здесь, что с правой стороны, были деревни, а именно деревня Выхина, которая разделялась Рязанским проспектом. И здесь росли яблоневые сады, паслись коровы, стояли деревянные дома, люди садили картошку и другие овощи, фрукты и ягоды. Что с той стороны, вы сейчас можете видеть, где вот стоят дома высотные, не было ни одного высотного дома. Тоже была деревня, тоже стояли деревянные дома, паслись те же самые коровы. Как мне рассказывает машинист, он тогда еще был маленьким мальчиком, будем говорить. Приезжали они сюда поесть яблок, покататься на велосипеде, ну и конечно же прокатиться по нововведенной ветке метрополитена. Станция Выхина, так же как и другие наземные станции московского метрополитена того времени, например, станция Измайловская или станция Дачная ленинградского метрополитена, построена по специальному типовому проекту. Если кто-то смотрел мой ролик про историю станции Дачная, которая уже не существует в ленинградском метрополитене, то сразу же заметили реальное сходство. Летом 1966 года станция Дачная приняла первые поезда и была открыта для пассажиров. Посмотрите, сейчас слева от меня находится именно та самая платформа, к которой прибывали поезда. Конечно, сейчас она облицована уже оцинкованным листом, а подо мной раньше находились именно те железнодорожные пути, которые вели от станции Автова до станции Дачная. Если мы с вами сейчас посмотрим наверх, увидим ту самую крышу, которая сохранилась с 1966 года. А именно сходство вот этой вот крыши или навеса для пассажиров станции Выхина, которая выполнена в форме птички и опирается по своему центру на множество колонн, которые также проходят прямо по центру платформы. Еще один очень интересный момент из истории станции Ждановская, это то, что до 1983 года Таганско-Краснопресненскую линию обслуживали шести вагонные составы. Но с 1983 года на линию начали выпускать уже восьми вагонные составы. Именно это и послужило причиной удлинения платформ станции Выхина со стороны хвостового вагона на несколько метров. И именно поэтому сейчас станция Выхина выглядит не вот так вот, две платформы относительно друг друга, а немножко вот таким вот образом. Ого, Маруся, смотри, какой интересный поезд прибывает на станцию. Пойдем посмотрим. Этот поезд несколько дней назад запустил Департамент образования и науки города Москвы. Для будущих студентов этот поезд просто находка для выбора своего будущего направления обучения в колледжах Москвы. Тем более, что в этом году выделили 10 тысяч дополнительных бюджетных мест. В колледжах Москвы сейчас 70 процентов всего обучения занимает практика. Например, в колледже московского транспорта студенты учатся на реальных тренажерах, которые почти полностью имитируют реальные условия. Кем бы вы не хотели стать – транспортником, строителем, полицейским или социальным работником, да кем угодно, в этом поезде вы точно сможете выбрать себе направление обучения по душе. Уверен, что вы уже поняли, что каждый вагон этого поезда рассказывает вам о конкретной специальности. Поэтому, если вдруг вам повезет прокатиться на этом поезде на Арбатско-Покровской линии московского метро, не поленитесь и пройдите через каждый вагон. Уверен, что равнодушным вы не останетесь. Приятно, когда в самом доступном месте в метрополитене молодым людям помогают определиться с будущей специальностью. До 90-х годов, даже, я бы сказал, начало 2000-х, станция Выхина являлась уникальной станцией московского метрополитена в плане того, что имела кроссплатформенную пересадку железной дороги, вот проходит путь железной дороги, на платформу станции метрополитена, находится справа от меня. Электрички прибывали прямо вот на этот путь, останавливались прямо вот здесь, здесь не было этого забора, и люди, выходя из поезда, попадали через турникеты прямо на платформу станции метро. И она, по сути, это была общая платформа, будем говорить, общая платформа. Но из-за огромного пассажиропотока, из-за строящихся микрорайонов, этой платформы просто физически не хватало для пассажиров. И происходили огромные столпотворения и давки. Вследствие чего было принято решение руководством железной дороги и метрополитена перенести остановку электропоездов, электричек за платформу метрополитена. До 2015 года станция Выхина считалась самой загруженной станцией московского метрополитена. И поверьте мне, это не просто так. В то время я работал машинистом, и очень часто попадал на утренние маневры на станции Выхина. Когда ты въезжаешь на станцию, толпа, или лучше скажу, просто стена людей стоит просто вот на таком расстоянии от края платформы. Я даже более скажу, когда едешь зимой, и у людей такие, ну, шубы толстые, меховые, там эти, или пуховики, куртки, ты слышишь, как твоя кабина просто трется об этих людей, будем говорить. Это было просто непередаваемое ощущение, и множество различных легенд, баек ходят про станцию Выхина. И действительно был такой эффект, который назывался эффект Выхина. Когда на первой станции, это была первая станция, состав набивался до такой степени битком, что на следующих станциях, рязанские, кузьминки, текстильщики, в него не могли залезть, ну, ни один пассажир, попросту говоря. Именно поэтому руководством Таганской Краснопресненской линии, электродепо Выхина, руководством метрополитена, было принято очень интересное решение, чтобы разгрузить последующие станции, ну, чтобы-то люди просто могли войти, пускали резервные поезда. Как это осуществлялось? После того, как поезд прибыл на станцию Выхина, высадил пассажиров на конечной, заехал в тупик. Дальше маневровый пассажиров на начале, станции по второму пути не сажал, а вел пустой состав до станции Рязанский проспект. И раньше он полностью выезжал на Рязанский проспект, двери тоже не открывал, менялся с основным машинистом и уже основной ехал на Кузьминке, потому что там море людей, которых нужно тоже было увезти. Но пассажиры на станции Рязанский проспект тоже очень хитрые. И пока маневровый менялся с основным машинистом, это буквально 5-10-15 секунд максимум, люди разжимали двери на станции и пробирались в вагоны. Я вам могу сказать честно, своими глазами видел, как люди, разжимая двери, набивались практически полный вагон через закрытые двери. Это реально была какая-то жесть. Эту проблему решили очень просто. Если люди разжимали двери в поезде, который въехал на станцию, значит надо сделать так, чтобы поезд на этой станции не останавливался. Повесили знак остановки первого вагона прямо в торце платформы, где поезд только въезжает на станцию. И маневровый машинист начали меняться с основным прямо при въезде на станцию. Я уверен, что многие зрители, которые сейчас смотрят, помнят, когда поезда останавливались одной кабиной буквально на платформе, менялись машинисты и дальше уже поезд без остановки проследовал станцию Рязанский проспект, чтобы никакие пассажиры не задерживали отправления поезда и не набивались в пустые вагоны, которые предназначены для пассажиров станции Кузьминки. Вот такие вот манипуляции приходилось совершать, чтобы развести пассажиров в утренний час пик. До 2013 года станция Выхина являлась конечной станцией Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. И здесь, так же, как и на других конечных станциях метро, работали маневровые машинисты. Я более того скажу, они и по сей день здесь работают в утренние часы по будням дням, потому что производится зонный оборот. И раньше, в совсем давние времена, я еще даже не застал, маневры производились прямо по станции Выхина. То есть, каким образом? Основной машинист приезжал на первый путь, на конечную, высаживали пассажиров, и его прямо здесь менял маневровый машинист. Другой заходил в хвостовую кабину. А основной переходил, соответственно, менял кабину через специальный переходной мостик, который располагался между первым и вторым главным станционными путями станции. Именно таким образом по сей день работают маневры на некоторых станциях петербургского метрополитена. Например, на станции Рыбацкой. Мы такое наблюдали, можете посмотреть у меня на канале. Но спустя некоторое время этот мостик удалили, ликвидировали. И маневры, соответственно, начали производиться по-другому. Более такая простая, спокойная смена для маневровых бригад и для самих машинистов. У них было время минут 10, наверное, где-то так 8-10 минут, чтобы отдохнуть. Как это осуществлялось? Я много раз показывал это в своих роликах. Основной машинист прибывает на станцию Рязанский проспект, где его уже меняет маневровый машинист. Основной выходит на Рязанском, меняет, соответственно, платформу, переходит по диагонали. А маневровый ведет состав сюда, на станцию Выхина, где к нему садится хвост другой маневровый машинист. Пассажиры высаживаются, после чего состав по перекрестному съезду заводится на третий или на четвертый станционный путь, который находится прямо за станцией, вот здесь вот. Вообще, на станции Выхина, еще до продления в сторону станции Жулебина, имелось три станционных пути. Первый станционный путь, третий и четвертый. Так вот, первый станционный путь сейчас как раз является главным путем перегона в сторону станции Лермонтовский проспект. Раньше там находился предохранительный тупик. Почему он так назывался? Я вам сейчас объясню. Дело в том, что расстояние от маневрового светофора, раньше он назывался светофор ВХ-39, ну, грубо говоря, от станции Выхина, до третьего или четвертого станционного пути очень невелико. И существовала вероятность столкновения поездов, которые находятся, стоит на третьем пути или которые прибывают на станцию Выхина, в случае проезда, запрещающего сигнала светофора ВХ-39. Чтобы исключить эту опасность, это столкновение, соответственно, и сделали этот предохранительный тупик. В случае запрещающего показания светофора ВХ-39, то есть, когда станционный путь занят, маршрут не задан, стрелочный перевод сразу после этого светофора вел как раз в этот предохранительный тупик. И если по какой-то причине машинист допускал проезд этого светофора, то его поезд не летел прямо в лоб стоящему в тупиках составу, а направлялся в этот предохранительный тупик. Таким образом и обеспечивалась безопасность движения поездов. Все очень просто. В ближайшие годы планируется капитальная модернизация станции Выхина и создание здесь большого транспортно-пересадочного узла. Сейчас вы можете видеть фотографии, которые я нашел в интернете. Макет и проект этого транспортно-пересадочного узла. Здесь будет создан двухэтажный комплекс с множеством турникетов, переходов удобных для пассажиров железной дороги на станцию Выхина и обратно. Также, скорее всего, наконец-то для машинистов, для поездов построят навес, который будет защищать туннель, пути от осадков, которые очень значительно влияют на скорость движения поездов, торможение поездов на этой станции при неблагоприятных погодных условиях, то есть в снег или в дождь, вследствие чего и возникает опоздание на Таганской-Роснопресненской линии. Дорогие друзья, я благодарю, что досмотрели до конца. В комментариях пишите, что вас связывает со станцией Выхина. Не забудьте оценить видео, это очень важно. И подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании вы найдете обязательно. Счастливо вам! Пока!